So, what is happiness for you? Hello, brother and sister! Доброго времени суток! Продолжим наш рассказ о жидких питательных средах. Последний из альбомов получился очень удачный, там очень ценный материал. Если вы попали только на это видео, не видели вот этой всей публикации о жидких питательных средах, то рекомендую вам обязательно посмотреть. Я вот хочу на данной публикации закончить такой теоретический материал относительно питательных сред. И для начала подведем такой некоторый итог из того, что было изложено раньше. Значит, о питательных средах мы узнали то, что они являются разных видов. В первую очередь, они являются плотными или твердыми. Ну, в литературе чаще называют их плотными. Или являются жидкими. С добавлением агара питательная среда превращается в плотную питательную среду. Без агара она имеет вид форму жидкости. То есть, жидкая питательная среда. Вторая такая большая группа, на что делятся питательные среды, это, я бы так назвал, обогащенные. И такое слово, как бы называть не то, что они бедные, или не обогащенные, скажем так. Значит, начнем из обогащенных. Обогащенная питательная среда, это среда, которая будет содержать, кроме питательных каких-то веществ, будет содержать еще и пластические материалы для построения клеток. Такие питательные среды чаще используют для выращивания каких-то культур в больших объемах. Например, размножение плесени для изготовления сыров. Например, выращивание мицелия для производства грибов. Таким образом, в саму среду добавляются питательные вещества. И клетки имеют возможность воссоздавать, то есть свой пластический материал, создавать эти клетки в большом количестве. Необогащенные питательные среды или бедные питательные среды содержат какой-то, обычно один компонент и используются для каких-то очень узких целей. Например, это в медицине для выделения возбудителя, который имеет главную клиническую картину заболевания человека. или для поиска, например, ну если какие-то есть проблемы с производственными целями, например, определить тип возбудителя, который дает брак в мешках. И цель этой среды только для того, чтобы определить, что растет. Например, на чашке Петри или в пробивке можно просто увидеть виды тех клеток, которые будут произрастать. Значит, бедные и обогащенные, и плотные и жидкие питательные среды. Но есть еще группа очень такого широкого, как сказать, широкого значения. И делятся эти питательные среды на селективные и не селективные. Что означает вот это такое хитрое слово селективные и не селективные. Вот у меня в руках вот этот флакончик, или банка, или контейнер. Значит, это есть среда питательная, сухая, агар, сабуру. Источником изучения материала является не только мой канал, но и другие источники, которые есть в интернете. Относитесь критически к тем публикациям, к тем материалам, которые публикуют люди в интернете. И смотрите просто, какое человек имеет отношение в данном случае к грибоводству, насколько можно доверять той информации, которую излагает человек. Значит, среда агар, сабуру. Рекомендую вам набрать в поиск это название и почитать первые три страницы, которые вам покажет вот Google там или Яндекс. Прочитайте о составе этой среды, хотя там внизу в комментариях я обязательно добавлю этот состав. Из чего она состоит? Это является селективной средой. Что же такое слово означает селективной? Селективная это среда, которая предназначена для выращивания селекции, точнее даже селекции, какого-то одного или группы вида микроорганизмов, клеток или грибов. В данном случае среда сабуру. Ее назначение для определения дрожжей и плесени. Она используется, например, в медицине для того, чтобы отделить бактериальный компонент от дрожжевого, например, или плесневого компонента. Каким образом это происходит? Если на эту питательную среду мы посеем какую-то жидкость или какой-то твердый материал, посеем какой-то материал, то в результате состав этой среды подобран таким образом, что бактерии в этом случае из-за копановки правильной кислотности, то есть или PH этой среды, или по причине отсутствия тех питательных или пластических материалов, которые нужны бактериям, бактерии на этой среде расти не будут. Но вот селективно на ней будут расти именно плесени. Такая среда позволяет отделить, то есть или определить наличие плесени в каком-то материале. И если взять это в медицину или другие отрасли, то плесень для них является, скажем, вредителем. И она приносит свои негативные какие-то результаты. В нашем же случае мы именно являемся, для нас плесень это положительный фактор, то есть бактерии для нас наоборот, отрицательный. Это бактерии для нас являются инфекцией, но дрожжи в принципе тоже, а вот мы выращиваем клетки мицелия, то есть или плесени. И вот эта селективная среда, она наилучшим образом предназначена для выращивания мицелия. Значит, особо тут она ничего не содержит, кроме агара, фактически глюкозы и какого-то там еще пекина. Ну вот почитайте, чего она там состоит. Но обратите особое внимание к тем рекомендациям, которые даются в описаниях вот этой агаровой среды, которые есть в интернете. И почитайте там внимательно о тетрациклина, гентамицине и также левомицетине. В эту среду можно добавлять антибактериальные препараты. Антибиотики таким образом разработаны, что их механизм действия, они воздействуют на именно бактериальные клетки. Добавление же антибактериального составляющего в питательную среду будет исключать рост именно бактерий на питательной среде и позволять возможность полноценно расти грибам или мицелию на этой питательной среде. Но, если взять в соотношении например, бактерий и плесеней грибов, то бактерии это очень слабый агент. То есть особо, например, я не использую какие-то антибиотики в питательных средах, потому что бактерии это очень нужно неумело или грязно или плохо делать вот эти питательные среды, все посевы и все остальное, если там уже появляются бактерии. Вот со спорами здесь намного сложнее с ними бороться, в принципе даже автоклавирование краткосрочное не всегда решает эту проблему. Вот здесь проблема намного сложнее. Вот именно со споровым инфицированием питательных сред или рабочих каких-то поверхностей со спорами бороться трудно. И никакое там прикрытие антибиотики нам в этом не поможет. Тут есть просто простая важная техника лаборанта, лаборантская техника или работа, которая приходит с опытом. Относительно опыта вот недавно я консультировал одного человека, который спрашивает, что они вот работают, у них много, ну не много, а там, например, 20% брака возникает при посеве, там с мицелем какие-то трудности. И почему это возникает? Я ему, первое, что я ему ответил, что, понимаешь, в чем дело? Я, например, уже занимаюсь выращиванием мицелия и микромикологии уже занимаюсь на протяжении 4 лет. Вы занимаетесь тем, что вы делаете после моих курсов, вы занимаетесь всего-навсего полгода, то есть 6 месяцев. Проблемы нету вообще никакой. Когда я был на этапе полгода, я себя вспоминаю, так у меня брака было тоже, может, 20%, а может и больше. Просто маленький опыт, маленькая практика. Пройдет 4 года, у вас тоже будет брака, какие-то необратимые потери, где порвался мешок, что-то прокололось, которое не связано именно с вашей практической деятельностью, что касается и вас. И относительно средств, что еще нужно было отметить? Особенно при начальных этапах, возможно, прикрытие и антибиотиками питательных средств, возможно, сыграет для вас какую-то, может, важную роль и брака в самих в тех ваших посевах, каких-то ваших творческих изысканиях станет намного меньше. В любом случае, скажем, я вам порекомендую, если вы делаете какие-то новые шаги, например, добавляете те же самые антибиотики, обязательно должна быть контрольная группа, в которой не добавляются антибиотики. Иначе, при получении каких-то результатов, отличных от того, что вы ожидали, у вас не будет никак, ни малейшего возможности правильно проанализировать то, что произошло. Почему у вас, например, не растет та же культура, или растет та же культура, или растет культура, но не та, или еще что-то. И если у вас нет контрольной группы, которую вы делали раньше, на которой вы уже отработали какой-то опыт, а тут вы сделали какие-то шаги, и потом интерпретировать этот материал вы не сможете никак. Поэтому при внесении каких-то других изменений в ваш регламент работ, обязательно нужно проводить контрольную группу чашек или пробирок стандартным способом, как вы делали раньше, и сравнить с тем, что будет происходить на том, если вы сделали следующую манипуляцию. Отсутствие результата, помните, что это тоже результат. Если происходящее на контрольной группе, как вы делали раньше, или с тем же добавлением того же левометцетина или тетрациклина, у вас выходит одно и то же, то в принципе зачем опять вам уже вкладывать или выкладываться на какие-то материалы. Относительно самих антибиотиков я вам чуть позже расскажу. А вы не забывайте ставить лайки за полезные материалы, подписывайтесь на канал и следите за публикациями в следующем ролике я вам расскажу относительно тех же антибиотиков, о которых я вспомнил. Еще там запилим еще один ролик. Так нужно. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok